Медалистов и победителей Олимпиад выращивают здесь, в 31-м лицее. Эта школа славится физико-математическим уклоном. Поэтому неудивительно, что из этих стен чаще всего выходит талантливая молодежь. Марата в этой школе, кажется, запомнят надолго, ведь у него теперь есть собственный уголок почета. На доске его имя в ряду тех, кто с 60-х годов завоевывал золото для лицея. В их числе и Михаил Лепчинский, наставник Марата. Он тоже все время был олимпиадником, тоже есть его фамилия на этом стенде. И, соответственно, знает достаточно много того, что мне могло пригодиться на олимпиаде. Ну и учил меня. О том, что с математикой, возможно, свяжет свое будущее, Марат в детстве даже и не задумывался. К царице наук его потянуло после первой олимпиады. Справляться с примерами и уравнениями, а также придумывать свои решения задач, парню нравилось все больше. И уже в этом году он превзошел сверстников из других стран. Практически все задачи, встречающиеся на олимпиадах, они решаются знаниями, которые есть в школьной программе. Четыре темы – алгебра, геометрия, комбинаторика, теория чисел. Ну и практически на всех олимпиадах встречаются все четыре. Подготовиться к международным соревнованиям самостоятельно практически невозможно. Помочь в этом иногда даже не в силах обычные учителя. В России это достаточно тяжело. У нас достаточно много талантливых школьников. И чтобы среди них отобраться, нужно очень большие усилия приложить. По моему такому мнению, победители международных олимпиад, особенно которые проходят в последние годы, обладают таким количеством знаний, которыми не обладают даже доктора наук. Из Румынии кроме золотой медали Марат привез лучший результат в команде. И поэтому безоговорочно занял бюджетное место на факультете математики в Санкт-Петербургском университете. Хотя, как уверяет, сделать это мог и по результатам ЕГЭ. В сумме он набрал 298 баллов. Даже если я бы написал три предмета на 100 в сумме, а не на 300, то мне бы это никак не помешало ни в каких моих планах дальнейших. Потому что я и так поступил на беджет с помощью олимпиад. Достижения Марата отметили и в мэрии. Юного математика и его наставников наградил Евгений Тевтелев. Кстати, директор лицея Александр Попов уверен, к этой победе немного причастен и сам глава города. В прошлом мае он сказал, что это у вас такая плохая математика. Я говорю, дайте миллион и будет все нормально. Пацан сказал, пацан сделал. Теперь в лицее планируют улучшить компьютерную систему и с еще большим энтузиазмом взращивать новые таланты. Галина Федорченко, Егор Голубкин, СТС, Челябинск.